Здравствуйте! Вы смотрите самую спортивную программу телерадиокомпании «Вектор» и я, ее ведущий Павел Науменко и сегодня в эфире. Бег – отличная робная нагрузка. Готовимся к сдаче норматива в ГТО. Как это сделать, подскажут губкинские спортсмены. Расскажем вам о пяти необычных видах спорта. Режим самоизоляции на Ямале продлили до конца мая, но есть и хорошие новости. Теперь заниматься физкультурой и спортом можно не только дома. Правда, спортивные центры и залы закрыты для посещения, но уже можно выйти на улицу и потренироваться на свежем воздухе, побегать рядом с домом или на соседних портах. Многие губкинцы уже воспользовались такой возможностью. Все чаще на улице можно видеть людей, которые занимаются спортом. Горожане уже вовсю бегают. Присоединимся к ним. Бег – это отличная робная нагрузка, которая положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также укрепляет мышцы и иммунитет. Если во время бега у вас появилось хорошее настроение, это первый показатель, что нагрузка вам пошла на пользу. Бегаю для поднятия настроения, чтобы как-то хоть скрасить дни самоизоляции, потому что нам уже очень долго длится. И чтобы хоть как-то себя подготовить к новому тренировочному сезону, потому что скоро все тренировки восстановятся и нужно будет как-то восстанавливаться после этих двух месяцев очень долгих. Наступило лето, хочется выйти из дома, позаниматься спортом, после зимы подвигаться. Бегать я начала недавно. Занимаюсь для того, чтобы поддержать свой иммунитет, поддерживать свое здоровье и быть в хорошей физической подготовке. Для меня бег – это хорошее времяпровождение. Можно увидеться с друзьями, с ними что-то обсудить, поговорить. И также бег является для меня частью моей жизни, потому что за счет этого я могу поддержать свое здоровье. После бега гимнастику и разминочные упражнения игнорировать нельзя. Иначе можно получить травму стопы и повреждения связок. Чтобы этого не допустить, тренеры рекомендуют соблюдать технику бега. Бежим легко, руки согнуты в локтях, наступаемся. Стараемся наступать мягко. Вдох на два счета, выдох на три счета. Вот это самые основные правила здорового бега. И самое главное – старайтесь не задыхаться. Темп должен быть разговорный. Идеальный вариант, когда вы бежите с товарищем или подругой и беседуете о чем-то интересном. После того, как мы пробежались, нам нужно размять основные суставы, растянуть основные мышцы. Но для начала нужно восстановить дыхание. Самое простое упражнение для восстановления дыхания – это руки через стороны вверх. Вдох, опускаем руки вниз, выдох. Руки через стороны вверх. Вдох, опускаем руки вниз, выдох. После этого вспоминаем упражнение с утренней зарядки, которые мы делали в детском садике. И можно приступать к разминке. Не забывайте, после хорошей пробежки обязательно нужно сделать хорошую заминку. Растянуть свои мышцы для профилактики травматизма, чтобы у вас не было никаких растяжений, разрывов. Мышцы должны быть гибкими и эластичными. Бег прост и эффективен. Он тренирует сосудистую систему, предотвращает многие болезни и делает человека выносливым. Пробежка также помогает избавиться и от лишних калорий. Кроме того, занятия бегом делают человека более счастливым. Во время пробежки у человека вырабатываются эндорфины, гормоны радости. Бег – это, во-первых, здоровье, во-вторых, сила. Ну и в-третьих, как в древней Греции на скале было высечено, это просто ум. Бег в сознании множества людей является универсальным инструментом для здорового образа жизни. Однако, по словам врачей, он имеет свои противопоказания. Противопоказанием к занятиям бегом является заболевание некоторое. Например, заболевание опорно-двигательного аппарата, заболевание позвоночника, суставов, связок, заболевание сердечно-сосудистой системы, очень большое количество, и некоторые хронические заболевания. Самый быстрый способ замены бега – это, конечно, ходьба. Она разрешена в любом состоянии здоровья, при любых заболеваниях. Человеку удобно тем, что, во-первых, это, опять-таки, занятие на свежем воздухе, это кардионагрузка, аэробная нагрузка на организм, тренируются ноги в какой-то степени, и, опять-таки, человек сам может интенсивность, продолжительность ходьбы для себя корректировать, если у него есть какие-то заболевания. Исследования показывают, что ходьба в профилактике сердечно-сосудистой болезни практически не уступает бегу, при том, что противопоказаний у нее почти нет. Ходить можно просто гуляя, а можно усилить нагрузку и перейти на спортивную или скандинавскую ходьбу. Для поддержания формы и здоровья организму нужна нагрузка, и неважно, что это будет – ходьба, бег или домашние упражнения. Главное, чтобы они были регулярными и приносили удовольствие. После пробежки и разминки можно приступить и к различным физическим упражнениям. Пандемия коронавирусной инфекции во многих сферах подправила планы, и теперь сдать нормативы ГТО можно будет не раньше, чем отменят ограничения и откроются спортивные центры. Но быть готовым к труду и обороне нужно всегда. Руслан Алисалтанов – мастер спорта по очеребиатлону. В прошлом году завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Конечно, чтобы добиться таких успехов, нужно быть в хорошей физической форме, быстро бегать, метко стрелять. Любая победа дается трудно. Если она дается легко, то она теряет свою ценность. И ты теряешь главное чувство – это чувство наслаждения от нее. То есть, когда ты знаешь, какой ты путь проделал, сколько сил было потрачено, ты имеешь представление – это намного важнее, чем сама победа. То есть, ты знаешь, что ты выложился на полную силу. Это важнее. Спорт высоких достижений – мечта любого спортсмена. А мечта любителя физкультуры – золото на сдачу нормативов ГТО. И готовиться к ним можно начать прямо сейчас. А чемпион Европы поможет нам в мотивации. Я сам сдал нормативы ГТО в 2015 году, и у меня имеется золотой значок. И считаю, что важно всем возрастам подключаться к этому движению. То есть, начиная от детей до пожилого возраста. Это укрепляет здоровье, дух и поднимает самооценку, что ты умеешь. Можешь справляться и можешь оценить себя в данный момент времени. Нормативы ГТО можно сдавать с 6 до 70 лет и старше. Для каждого возраста есть обязательные упражнения. Это наклон вперед, бег или ходьба, отжимания, альтернатива которому подтягивание на высокой перекладине и подтягивание из виса на низкой перекладине. Все нормативы для каждого возраста вы сможете найти на официальном сайте ГТО. Для каждого возраста есть и свои ограничения. Есть ограничения в беге на длинной дистанции. С 6 до 8 лет бег на смешанное передвижение. С 9 до 10 лет, вторая ступень, бег на 1 километр. 11-12 лет, третья ступень, выполняют бег на 1,5 и на 2 километра. На выбор у них идет. И начиная с 4 ступени, это с 13 лет до 39 лет, как и юноши и мужчины, выполняют бег на 3 километра. Девушки и женщины бег на 2 километра. Также есть ограничения в прыжках в длину с места. С 6 до 39 лет включительно, выполняют прыжки в длину с места. Старшие образные ступени, это 9-10-11, у них добавляют скандинавскую ходьбу. Чтобы сдать нормативы ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и получить один номер. Когда будут сняты все ограничения, получить медицинскую справку и позвонить в спортшколу Арктика, где вам назначат время для сдачи норматива в ГТО. Спорт в семье Алисалтановых – одно из главных увлечений. У Руслана два брата, оба спортсмены. Сейчас, когда появилась возможность заниматься на улице, стараются набрать форму. Норму ГТО пока не сдавали, но в дальнейшем планируем получить золотой значок, тренируемся стабильно, поддерживаемся в форме. Дополнительной мотивацией для нас, для того, чтобы сдать норму ГТО, является наш младший брат. Несмотря на то, что он наш младший брат, он для нас всегда был примером мотивации для того, чтобы заниматься спортом. Братья Алисалтановы проявили инициативу и доукомплектовали спортивную площадку инвентарем. В социальных сетях предложили Губкинсам поддержать идею. В связи с тем, что на территории Ямала-Невского автономного округа режим самоизоляции был продлен до 31 мая, а с 12 мая ограничение передвижения по городу и занятия спортом на спортплощадках было отменено, мы с друзьями, с братьями решили сделать такую небольшую акцию, собрать спортинвентарь на данной спортплощадке. Данный спортивный инвентарь, он абсолютно бесплатный, он доступен для всех. Каждый, любой желающий, может прийти, позаниматься, укрепить свое тело, дух, здоровье. Так что, ребята, занимайтесь спортом, берегите себя. Губкинские активисты, спортсмены надеются, что все, кто будет приходить на площадку, будут бережно относиться ко всему инвентарю, а также поддерживать физическую форму и готовиться к сдаче норматива в ГТО. Быть рядом с единомышленниками всегда интереснее. У губкинцев есть такая возможность. Главное – поставить цель. Сдать нормативы ГТО можно будет не раньше, чем будут сняты ограничения и откроются спортивные центры. А пока, занимаясь на свежем воздухе, не забывайте соблюдать безопасную дистанцию – не менее полутора метров. И еще немного ГТО. С 1 мая по 1 июня проходит всероссийский физкультурно-спортивный конкурс «Я готов». Участники онлайн-марафона выкладывают в интернет видео с выполненными упражнениями комплекса ГТО. Это отжимания, пресс, наклон вперед из положения стоя, приседания и последнее упражнение – стойка в планке. Ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте ГТО, адрес которого вы видите сейчас на экране и в социальной сети Instagram. Как сказал знаменитый канадский марафонец Питер Байер, бег – это огромный знак вопроса. Каждый день он спрашивает вас, кем ты сегодня будешь – слабаком или волевым человеком. Занимайтесь спортом, несмотря ни на что, будьте здоровы. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть видеоматериал о пяти необычных видах спорта. Все мы слышали про хоккей, лыжный спорт или борьбу. Но знаете ли вы про Малакхамп? А как насчет Джай Алай? Или подводный хоккей? Наш спортивный мир полон самых разных странностей, и такие виды спорта только подтверждают этот факт. Сегодня расскажем еще о пяти необычных спортивных дисциплин. Малакхамп – это вид спорта родом из Индии. Он появился как дополнительная дисциплина для традиционной индийской борьбы. Спортсмены выполняют различные гимнастические трюки и позы из йоги, и при этом висят на веревке или на шесте. Сегодня Малакхамп представляет собой скорее набор физических упражнений на столбе или на веревке в разных вариациях. Подводный хоккей. Подводный хоккей возник в Англии в 1954 году, а уже в 1980 в Канаде был проведен первый официальный чемпионат мира. В ходе игры соревнуются две команды, каждая состоит из десяти игроков. У всех ласты, маски, трубки и клюшки. Цель игры – забить шайбу, продвигая ее клюшкой по дну бассейна. Игра продолжается до тех пор, пока не будет забит гол или ее не остановит рефери по окончании игры. Джай Алай. Этот вид спорта популярен в Испании. Джай Алай считается самым быстрым видом спорта в мире, за что он был занесен в Книгу рекордов. Мяч, который используется для игры, летит со скоростью 300 км в час. Его запускают специальной перчаткой, которая похожа на черпак. Суть игры в том, что игроку нужно бросить черпаком мяч в стену противника. А противник пытается поймать летящий мяч, либо поймать его при первом оскоке от стены. Иначе теряются очки. Херлинг. Это нечто среднее между бейсболом, хоккеем и футболом. Сам же вид спорта возник более двух тысяч лет назад, благодаря кельтам. В Ирландии во время деревенских праздников Херлинг одновременно могли играть несколько сотен человек. И длились такие матчи порой целые сутки. Смысл игры в том, чтобы передавать друг другу мяч и отправить его в ворота. Если мяч падает на землю, игроку нельзя брать его руками. Допускаются толчки соперника. Скибоб. Таким образом, покорять снежные склоны смельчаки начали более ста лет назад. Этот вид спорта можно отнести не только к экстремальным, но и к зрелищным. Спортсмены спускаются на перегонки по снежному склону на соубайках, которые напоминают велосипед. Правда, вместо колес этот спортивный болид оснащен широкой лыжей. В скибоб есть свои стандарты и правила. Профессионалы пророчат скибобу большое будущее. Возможно, даже в олимпийской программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова